В серии мероприятий Казанский университет отмечает день рождения татарского народного поэта Габдуллы Тукая. Поезд Победы прибыл на станцию Казань. Экспозиция, посвященная годам Великой Отечественной войны, размещена в вагонах железнодорожного состава. Для посетителей разворачивается буквально живая экспозиция. Здесь представлены такие детали, как личные вещи солдат, события, происходящие за окном и, конечно же, эмоции на лицах. За первым общежитием Института фундаментальной медицины и биологии был заложен сад памяти. Международную экологическую акцию совместили с данью уважения военным врачам. Они боролись за жизнь тех солдат, тех воинов, которые ковали эту победу. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Диана Желенкова. С 9 апреля все без исключений могли присоединиться к флешмобу, приуроченному к 135-летию Габдулы Тукая. Для этого нужно было опубликовать видеозапись исполнения произведений татарского поэта в памятных местах, связанных с ним. О том, как завершился флешмоб «Минем Тукай-135» расскажем в следующем сюжете. Завершился флешмоб «Минем Тукай-135». Флешмоб «Минем Тукай-135» Флешмоб был организован с 9 апреля по инициативе Института филологии и межкультурной коммуникации. Сегодня, в день его официального завершения, мы услышали исполнение студентами стихотворений, музыкальных композиций по произведениям татарского поэта Габдула Тукая, авторских произведений. О том, какие перед собой стояли задачи организатора мероприятия, направленные на популяризацию татарского языка и творчество великого поэта, рассказал нам заместитель директора по воспитателям и социальной работе Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета Эльвира Закирова. Наша инициатива была пойти именно к населению, в город выйти за рамки университета, и мы с такой инициативой вышли к администрации метро, станции имени Габдулы Тукая. И после того, как мы там выступили, к нам стали обращаться администраторы других общественных заведений, так скажем, благодаря этому мы еще съездили в аэропорт имени Габдулы Тукая, и ну даже такой вот момент, что после этого еще нам написали с главпочтам, приходите к нам, спойте, пожалуйста, что-нибудь. Вот, ну то есть нас стали приглашать. Эльвира Закирова отметила, что в этом году после усложнения заданий итоговое число участников снизилось. Но есть большая надежда на то, что сегодня, 26 апреля, будут самые массовые публикации в социальных сетях видеоконтента с хэштегом Minemtukai135. Но мы все-таки отметим самых творческих, креативных тех участников, которые именно выполнили наше техническое задание, постарались выехать или выйти на эти места памятные, и мы им отправим в электронном виде грамоты, то есть благодарственные письма за участие во флэш-мобе. Подведены итоги по числу размещенных видеозаписей и объявлены самые креативные участники флэш-моба будут 27 апреля. Илья Андреев, Фарид Захидугле, Универньюз. День рождения Тукая отмечают не только в Институте филологии и межкультурной коммуникации, но и на городских площадках. У памятника возле театра оперы и балета прозвучали стихи и музыкальные произведения, написанные на слова поэта. Здесь читают стихотворения великого татарского поэта, здесь звучат его музыкальные произведения. И нам очень приятно, что сегодня молодежь также интересуется творчеством Абдуллы Тукая. Масштабный историко-просветительский проект, посвященный празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне и проведению Года памяти и славы, теперь в Казани. Смотрим. Первая в мире иммерсивная композиция, размещенная прямо внутри поезда, прибыла в Казань, чтобы рассказать о событиях Великой Отечественной войны. Трехмерные панорамы, живописные полотна и макеты в натуральную величину. Все это с мультимедийным сопровождением. Уникальность этого проекта в том, что мы обычно привыкли видеть музей, это за стеклом, мы можем все посмотреть, но обычно это просто мы смотрим и все. А здесь вы можете пройти, посидеть рядышком, вы можете потрогать все, что-то посмотреть, прям поднять. Маршрут экскурсии по поезду Победы представляет собой несколько эпизодов. Сначала предвоенные годы счастливые семьи отправляются в дорогу, затем сама война, захват в плен, лечение в госпитале и, наконец, долгожданная победа. Для посетителей разворачивается буквально живая экспозиция. Здесь представлены такие детали, как личные вещи солдат, события, происходящие за окном и, конечно же, эмоции на лицах. Так, например, воссоздана живая ситуация. Солдаты выслушивают задания своего командира. Эффект погружения добавляют видеопроекторы и видеостены, трогательные столы, объемный звук, театральное освещение, голограммы и спецэффекты. Экспозиция настолько глубоко погружает в события тех дней, что буквально прямо над головой кремят взрывы снарядов, заставляя посетителей вздрагивать от ужаса и чувствовать трагедию войны. Интересно и то, что вместо привычного экскурсовода здесь есть аудиогид Лидия. Это собирательный образ, юная советская девушка, на чью долю выпало тяжелое испытание в виде войны. Она делится воспоминаниями, историей семьи, опытом преодоления военных дней. Присутствовало чувство, что как будто ты сам там находился. Мне было очень интересно, как все-таки эта победа взялась и чего стоило этим людям. Многие жизни ушли. Мне запомнилось, как люди говорили о том, что у них не осталось сил, что они больше не могут служить, воевать. Но все равно они вставали на ноги и продолжали бороться за свою родину. Поезд Победы могут посетить школьники и студенты по предварительно собранным группам 26 и 27 апреля. После чего поезд отправится в Чебоксары. А вот свое путешествие он начал еще в октябре прошлого года с Белорусского вокзала. За это время экспозицию посетили почти 70 тысяч человек из 20 регионов нашей страны. Диана Шеленкова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс. В императорском зале Казанского университета состоялся большой концерт хоровой музыки. Под руководством заслуженного деятеля искусства Республики Татарстан Ирниса Рахимулина хор исполнил гимн университета. Песни на татарском и итальянском языках. Песни на татарском и итальянском языке. Студенты Института фундаментальной медицины и биологии приняли участие в международной эколого-патриотической акции. Подробности в сюжете. Еще недавно за первым общежитием находился пустынный участок. Но прямо сейчас он превращается в живой сад памяти героям Великой Отечественной войны. Каждая из 27 миллионов деревьев, посаженных по всему миру, символизирует жизнь, отданную в борьбе за благополучие потомков. У здания Института богатое прошлое. В стенах бывшего госпиталя, где сейчас обучаются студенты, в военное время побывало 13 тысяч больных и 23 тысячи раненых. Благодаря врачам более 80% из них вернулись в строй. Студенты Института фундаментальной медицины и биологии тем самым подчеркивают роль тех людей, которые на поле сражения не держали в руках, может быть, оружие. Но они боролись за жизнь тех солдат, тех воинов, которые ковали эту победу. Мы собирали студентов на днях, буквально в среду-четверг, и сразу набралось около 20-25 людей. Кто-то потом по личным обстоятельствам не смог, но в целом готовность была стопроцентная. Проведенная акция способствовала не только озеленению города, но и почтила память коллег-врачей. А молодые деревья через несколько лет будут радовать глаз зеленой листвой. Ариадна Кугушева, Виолетта Басова, Универньюз. Скоро на нашем телеканале появится собственный прогноз погоды. От кого и как, узнаем далее. Существует легенда о том, что в 17 веке в Англии синоптиков казнили за неверный прогноз. Слава Богу, мы в 21 веке, и с того времени метеорология шагнула далеко вперед. Сейчас мы можем узнать прогноз погоды не только на завтра, но и на последующие месяцы. Здравствуйте, это Погода на Универ ТВ в студии Тимура Ухадеев. Запустить собственный прогноз погоды решили и мы. Это совместный проект с кафедрой метеорологии Казанского университета. Предложили его сами метеорологи. А реализовать задумку и придумать концепцию стало делом рук работников телеканала. Прогноз погоды составляется на основе данных метеостанций Казанского университета. А вести наблюдение будут студенты-метеорологи. В качестве прогнозов, в общем-то, не стоит сомневаться, так как весь этот процесс будет проходить под контролем преподавателей кафедры. И для нашей республики, я думаю, этот контент придется как никогда кстати, так как профиль нашей республики во многом аграрный. Ведущими прогноза погоды также будут преподаватели и студенты факультета метеорологии КФУ. Для них это первый опыт. Такого в Казанском университете не было никогда. Прежде чем начать вообще любую передачу, уже ведущие, откуда их взять, правильно? При помощи кастинга, вот на кафедре метеорологии, мы проведем такой небольшой кастинг тех ребят, которые хотят рассказывать о погоде. И я знаю по словам Тимура Ринатовича, что уже есть желающие. Это будет нестандартный прогноз погоды. Помимо температуры, скорости ветра и атмосферного давления, будущие метеорологи будут давать дополнительные знания о погоде. Лилия Талипова, Ленардо Влетьяров, Виолетта Басова, Универньюс. На этом все. В студии была Диана Шеленкова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»